друзья решился я сделать плашку получился вот такой вполне рабочий экземпляр но видео получилось длинным но интересным всем приятного просмотра всем привет вы на канале меха мозг меня зовут евгений наконец-таки появилось у меня вдохновение попытаться сделать самодельную лирку или плашку кому как больше нравится вдохновение хорошо но материала у меня нету есть вот такая вот труба буду с нее делать нашел тоже начальник почему я решил делать именно с нее более ничего подходящего не нашел почему пробовала и уже резать по наружу она семьдесят три миллиметра вот я до 70 проточил и вот эти три миллиметра которые срезал был очень твердый слой как говорится цементация или еще как назвать но слой был каленый и причем не просто каленый слой снимаешь а потом идет как как резьба тоже каленая и резать еще не думал сейчас я все это покажу ну он собственно друзья сейчас видно хорошо проступила вот такая вот зебра как так вышло не знаю может там по прокатному стану это шло может специально сделали дальше туда в шпиндель у меня не лезет труба люнета нет поэтому здесь я его протачивал срезал чуть больше двух миллиметров обрабатывается очень плохо обрабатывается поэтому решил отрезать кусок от нее поместить гор нагреть и дать остыть еще отрежу два пятачка заготовка у меня уже есть две шайбы и на них буду пробовать чем лучше колить в масле или воде чтобы потом плашку не испортить потому что объем работ предстоит большой но судя вот поэтому как говорится рисунку можно понять что материал вполне себе можно закалить будем пробовать итак какую собственно плашку я планирую изготовить полет фантазии здесь ограничен габаритными размерами трубы и согласно этих размеров на мой взгляд лучше сделать плашку м 40 шаг полтора есть такой план как говорят шахматисты лучше иметь плохой план чем не иметь никакого что получится в итоге посмотрим в чертежной программе решил набросать эскизик и в этой же чертежной программе нашел довольно интересное решение как сформировать режущие кромки данные плашки так сказать заборную и часть надо от центра плашки сместиться на 5 миллиметров и провернуть ее примерно на 15 градусов относительно осей по которым сверлиться вот эти вот радиусы для сбора стружки не тогда если соблюсти все эти условия я думаю получится сформировать вот эту режущую кромку вот можно видеть как это будет выглядеть ну посмотрим чтобы не производить напрасной работы как я и планировал отрезал я две шайбы от заготовки чтобы проверить как поведет себя материал при закалке взял я три керна два самодельных один заводской и перед закалкой решил их накернить колить буду в масле и в воде вот термист я конечно не очень опытный еще нагреваю заготовку наугад вот можете видеть опускали шайбу эту ребром в воду так делать нельзя для данной детали это не имеет значения а плашку будем опускать плашная потому как ее может повезти конечно процесс закалки в масле куда как более зрелищный ну что ж посмотрим что получилось сейчас в том же порядке а пытаюсь накернить ну вот можно видеть справился только один керн самодельный оставил углубление все-таки в шайбе закаленной в масле заточил я по новой и теперь пытаюсь накернить шайбу закаленную воде ни один керн не справился дабы посмотреть какая там зернистость получилось при закалке решила их поломать эти шайбы вот это развалилось аж на на три части которую в воде закалил вот можно видеть зернистость получилось как мне кажется у той что закаливалась в масле зерно помельче можно сравнить если есть термисты среди зрителей просьба прокомментировать что вы об этом думаете из опыта этого думаю можно сделать вывод что закаливать надо в масле вот она в печи с печкой так и будет с горном так и будет остывать пускай остывает не знаю сколько она 62 работа точно стоит не так что тут вышло чуть у будет это штука еще горячая руками держать можно но ничего то сейчас попробуем резцом чего вышла вот собственно друзья она еще теплая раз глянем как это жглась ну вот собственно друзья предварительно я обточил начинают прорисовываться габаритные размеры будущие плашки здесь я царапнул это куда будут упираться болтики лирка держателя чтобы по центру проще было сверлиться и вот здесь вида по самому краю внутреннего отверстия идет уже царапина это будет межцентровое отверстие даже на ранее отверстия придется фрезеровать по самому краю серого там не пройдется скользнет как-то так сейчас буду это все отрезать и тогда уже дальше самые как говорится важные будут у нас работы да конечно по самому краю будет тяжело сверлиться лучше я попробую и так друзья вот собственно заготовка что с ней сейчас я собираюсь делать надо соответственно просверлить 6 отверстий каким образом надо разметить на 6 частей плюс ко всему потом еще сместить на 15 градусов и еще 6 частей как это сделать да уж просто зажимаем патрон берем чертилочку и царапаем с одной и с другой стороны мы этим царапинам потом будем ориентироваться когда будем и сверлить и и делать вот этот заход режущий так сказать есть калибрующие у лирки часть а есть заборная часть непосредственно режущая так сказать так ну вот они немножко вот где-то так а а как же теперь быть их же у нас всего 6 берем разметочные штанги и смотрим где здесь середина между царапинками вот это крайняя допустим левая и вот это левая и вот между ними ищем середину так вот видно две царапинки сейчас я проведу линию и по ней уже буду ориентироваться примерно так царапинка есть так вот таким образом зажимаем по крайней мере уже по ним можно ориентироваться по этим царапинкам теперь согласно этих царапинок надо смещать смещать так чтобы у нас вот это окружность попала в центр вот этой линии а потом чтобы сделать заборную часть надо сместить центр на 5 миллиметров и по линии смещение 15 градусов сместить на 5 миллиметров и тогда уже согласно этого рисом был делать забор на час буду показывать как все это делается буду ловить смещением кулачков буду подкладывать какие-то пластинки буду пробовать кстати по ходу делаю и леркодержатель потому что леркодержателя такого в природе нету вот у меня 72 миллиметра по наружу получается а а лерки гостовские идут либо 65 либо 75 такой вот материал ну вот собственно примерно поймал я смещение как уже сказал смещением кулачка и подложкой пластинки сейчас наверное белым маркером где-нибудь здесь на патроне точечку поставлю и по этой точечке будут риски выставлять которые я уже нанес и буду пробовать выбирать вот эти вот радиусы сейчас как это будет выглядеть посмотрим самому интересно маленькая беленькая точечка ну да как раз на границе и как раз у нее царапинка упирается главное теперь не стереть в процессе ну-ка надо рядом с ней нарисовать побольше такую стрелку буду делать и лерку 40 м м 40 шаг-полтора вот здесь остается пятно наверное я сниму и начну вдруг если она останется постараюсь прям на этом пить нет выбирать так сейчас на ней не перепутать какую царапин брать почему потому что есть разница правая или левая лерка не у нее потом забор будет влево или вправо вот это у нас вот это царапина которая правая по не будем сверлить плашка будущее упирается в эту стенку стенка выступает по ровной поверхности патронов калибруется ну шо шучу возможно видеть центр я подвел куда он упирается почти попали в рисочку каким образом я собираюсь сверлить потому что на самом краешке на будь сверлить сперва центровочкой центруемся потом с маленьким серышком потом вот это вот обычное сверло 12 половиной просто заточена на манер канцевой фрезы и потом фреза вот у меня в приспособлении я показывал как его делал кто не видел видео посмотрите интересно вот как раз это приспособление здесь пригодилось я думаю пригодится появились моем хозяйстве центровочки ну как появились прислал мне их подписчик по имени иван из города казань спасибо ваня как раз вот час они мне очень даже пригодятся еще прислал рису расточных вы даже сегодня видели как я ими уже работал как раз все в тему душевное спасибо ну шо шо приступим сверлению двенадцать половиной сверло ну что тут тока тока сейчас исключено обычная сверло соскользнет и сломается вот неудобно конечно вот здесь вставочка это она конечно хорошо это 1м что если и убрать огромный диаметр можно зажать но при этом бабка сильно близко не подъезжает задняя бабка и плюс и минус друзья видно что медленно но в принципе идет конечно если был бы сплошной металл можно было все это гораздо упростить ну хорошего металла у меня нет приходится изгаляться едем дальше ну собственно как-то прошел не такое тоже бывает да ну чё теперь вот этим он у меня вот эта фреза уже выставлена в ноль поэтому я знаю насколько подводить даже если то что тут было биение это фреза теперь все отцентрует она более жесткая так ну что правдами и неправдами я ее прошел она еще не сильно то и горячий вообще не горячий однако пометил я вот белыми точками вот такие царапины почему потому что от кулачков остаются полосы и можно перепутать вот вот так блин конечно мало места очень не оставил 4 миллиметра ну куда такое еще плюс фреза шатается может конечно не угадал центровка чуть-чуть там может под углом она идет но опять же фреза это не новая ведь она коротенькая какая она уже побывала так сказать не штатной ситуации поломалась может она даже просто погнутая вот ступать некуда будем дальше фрезеровать потихоньку полегонику может что-то из этого выйдет но опять же я показываю сам технологический так сказать процесс каким образом можно делать летку так что негативный опыт тоже опыт попробуем посмотрим что получится вот наверно не надо было пластинку подкладывать тогда отверстие сюда ушло бы сильней здесь потолще было но уже уже отступать некуда ну вот собственно друзья что хочу сказать рассверливание так сказать фрезой вот этой я как бы одну одну рассверлил и при за на 18 этом отверстие считай на 20 получилось и плюс ко всему вот эта часть очень большая давит я побоялся что настолько ослабленная вот это вот плашка то есть папа выбирал начинаешь давить чтоб сильно надежно ее зажать на сильно давить я побоялся и это сильно давит вот одно отверстие сделал а потом я пришел уже более знакомому способу растачивания огрызком сверла на 12 расточил их оставшиеся 5 так ну вот что у нас получилось пока что вот такая штука ну вот друзья сместил я один кулачок на один оборот то есть совершил я определенную ошибку точечку я ставил здесь это был первый ориентир сейчас он для нас никаким образом не доступен надо было ориентир брать по кулачку который смещаем ну там была пластинка там это было сложно сейчас нашел я новый ориентир царапинки то у нас на месте не вот буду по нём ориентировать что происходит на вот это это не берет не достает здесь как раз таки срезаете отлично но очень-очень узкая площадка и поэтому все равно уже видно что вот эта часть выше чем вот это а ну все правильно если эту больше срезает как раз у нас получается провайлер к вроде бы по кругу я пробежал снять привет не убирать в сторону мало ничего вот такие вот заходы у меня образовались конечно дрожит вибрация зараза волны аж на них ну что я могу скачать побольше какая из них самая большая тут красиво видно видите вот эта часть выше чем вот это соответственно когда мы потом будем резать резьбу вот эта часть угол не будет резать ну соответственно вот такой вот способ я думаю во всем этом видео вот это вот самая интересная информация что можно вот на каждом зубе сформировать вот такой угол то есть нарезана что вот этот угол был выше вот этого на каждом в отдельности вот таким способом можно это делать так но теперь на попробуем резьбу нарезать если что можно вернуться к этому моменту еще опять углы идти пробежать это уже лучше что снимали ну вот собственно друзья нарезал я резьбу очень красивая вот эта резьба до этого я конечно рапитовым резцом попытался резать нифига не вышло чему я пришел нашел у меня такой маленький речек до этого пробовал вот этим ничего не получилось он горит резьба плохая получается потом все таки нашел vk8 хороший но маленький думал не пойдет вот переточил вот имя как раз таки резьбу нарезал красивую хорошую проблема в том что пришлось увеличить диаметр сейчас я не знаю тут если я хотел нарезать м-40 шаг-полтора тут м-41 шаг-полтора нот заборная часть у нас почти ушла я но здесь было еще сейчас ее свежим ну вот друзья сделал я заходы на лирке освежил их так сказать показывал уже я как это делаю прям как на заводской получилось вот в этом месте идти поуже проточил я вот алюминиевую болваночку нашел хотел сразу пройти ей попробовать не заказать без закалки но все-таки решил нет наверно сперва закалю а а а Субтитры делал DimaTorzok Ну вот собственно закалку произвел как сумел, шлифанул только с двух сторон. Шлифанул зачем, хотел все-таки произвести вот же, хотя бы до желтого ее довести. Не стал я этого делать. Если есть термисты среди зрителей, пишите в комментариях, как вы считаете, надо было ее отжечь чуть-чуть или нет. Ну я не стал. Сейчас буду пробовать на алюминий, что получилось. Вот ступенечку сделал сразу. Оп тут одевается, а дальше вот такой алюминий самый мягкий, он даже он как мажется под резцом. Сейчас на нем попробую, а потом на железе. Так, сейчас салом помазать. Ну стружка сипалась бодро. Может надо было ее развернуть. Ну дубы пока еще не подкалывались. Ну на алюминий что-то откалывался. Конечно резьбовался попорвастый, потому как самый мягкий алюминий. Да и верка не шлифованная плашка. Ну да, видишь, как я и сказал. М42 шаг полтора. Такой ни у кого нет. М42. Хорошо, сейчас будем пробовать ее на железе. Ну вот поскольку у меня лерка получила М42 шаг полтора, нашел трубу 42. Сейчас на ней попробую, потому что и сталь здесь такая не особо твердая. Это уже посерьезнее. Нет, шпиндель не по листью отрезать. Ну отрежу. Так, ну одевается лерка. Сделал я тут ступенечками. Вот тут 42, здесь 41. А здесь она одевается. Хорошенечко помазать салом. И попробуем, что из этого выйдет. Продолжение следует... На разу бы закончилось. Перестал аренать. Так, ну какую-то резьбу я вижу. Сейчас смахну. Ну вот прошу крупный план. Вот эта часть, как я и сказал, вот тут я ее одел. Здесь 41, а здесь 42. Похоже на резьбу. Вот тут стало подрывать. Вот видать, вот, может даже зуб здесь кончился. Сейчас глянем. Не, ну в принципе зубы-то еще и на месте. Может они подсели, но... Но зуб ни один не откололся. Сейчас все вот смахну. А стружку резала, таки бодро снимала. В принципе, в принципе зубы пока на месте. Сейчас дальше попробуем. Почему-то вот здесь как-то оно примяло. Так, шло-шло и я чувствую, что она остановилась. Наверное, салом еще надо просто помазать. А что, даже можно видеть. Вот если посмотреть по кругу. Вот здесь, как остановился зуб. Вот здесь. Но здесь видать побольше он чуть выступает. Здесь. А здесь почти не видно. Короче, почти все зубы работают. Это хорошо. Это приятно. Так. Так. Ну, что, попробуем дальше. Не попаду нитка в нитку. Сейчас я, наверное, срежу вот до этой части резьбу. До нормальной резьбы. Чтобы проще было попадать. Так, срежу. Все же ему тяжело делается. О, попал по резьбе. Ну что. Сало окончилось. Начало, наверное, подрывать. Ну что я могу сказать, друзья. В принципе. О, глянь, тут блестит. Что можно сказать. Вот посмотрите на резьбу. По сниманию крупным планом. Я уверен, что кто-нибудь все-таки будет писать, что я нарезал. Сперва. Резцом теперь тут показывают что-то. А вот нет, вишь, ушло чуть. Стороночка. А тут у нас как раз таки была эта пятнышко. Его было видно. А вот тут чуть поподгрызла вот тогда еще. Вполне себе режет. Вполне себе режет. И даже у нее ничего еще не откололось и не сгорело. Ну, тут видно, что черное сошло. Нарежущие кромки. Ну, я думаю, дальше резать нет смысла. В принципе, лерка работает плохо. Но работает. Вполне себе считаю успешный получился эксперимент. Задача стояла, конечно, не сделать лерку М42 шаг-полтора. А вообще отработать технологию. Сам процесс. Надеюсь, видео было полезным для вас. Вторая, конечно, лерка, если делать еще одну. Согласно всех мытарств, всего опыта, всех операций, которые я произвел. Она будет уже лучше. Вот, конечно, размечать надо не так, как я, расцарапывать. Просто за счет кулачков. А чем-нибудь более точно. Ну, хотя бы в чертежной программе. Шаблон какой-то печатать. Вот такая вот лерочка получилась. Кому понравилось видео, не забудьте поставить лайк. Надеюсь, информация была для вас полезна. Всем творческих успехов. До новых встреч. Много всего еще интересного впереди, друзья.